доброе утро всем давно не было у нас влога мы с вами поедем стокгольм но перед тем как поедем стокгольм конечно же у меня есть первое очередное занятие которое я делаю всегда когда мы выходим с сыном на прогулку мы с вами отвезем мусор на сортировку а вот для чего нужна детская коляска пока сын там бегает я могу сюда погрузить мусор бумага пластик и идем снимая влог в конце мая такая сочная у нас зелень в основном сакуры уже отцвели но у нас тут есть одно роскошное дерево и она необычная знаете почему потому что его видно привели на одном дереве вот такие вот цветочки а все остальное вот в таком вот розовом цвете шикарно ну и сирень как-то так вот максимально что я нашла в конце мая в швеции сирень вот в таком состоянии еще вот наши мусорные баки для сортировки тут стекло два мусорных бака для жестяных изделий дальше два мусорных было бака для пластика для бумаги и батарейки кстати в детском саду детей тоже учат сортировать ну и сын у меня тоже знает куда бумагу куда пластик так наш поезд отправляется через 9 минут покупаем точнее оплачиваем проезд все давай 39 крон и можно ехать 70 минут любым видом транспорта с пересадками можно на метро переходить на трамвай этот билет действителен вышли мы на станцию ти централе моя любимая станция электричка как раз пришла но тут сейчас реставрация эскалатора идет поэтому много а вот таких вот ограждений так ребят бы немного заблудились поехали не в том направлении но зато мы вышли на вот такой вот станции стадион и я могу вам показать еще одну прекрасную станцию в стокгольме мы проехали в новом вагоне и тут показано вот светом что открываются именно эти двери потому что могут двери открываться с одной и с другой стороны и сейчас вот здесь выход так мы приехали это конечная станция метро рубстен вот здесь смотрите видите красным предупреждаю что двери закрываются и мы сейчас идем к месту назначения итак ребят вышли мы из станции метро рубстен и нас ждала вот такая вот стройка обычно я иду в незнакомую местность по google карте сейчас точно также я забила маршрут нам эти 20 минут а хочу я вам показать сейчас скажу что раскрываю секрет мы сейчас находимся и вокруг меня вы видите стройку неспроста мы находимся в районе который называется северный юргордстаден и это проект развития города застройки города бывших портовых районов поэтому здесь нескончаемая стройка она уже длится несколько лет и планируют что как минимум до 2025 года это вся стройка продлится но это хорошо в то же время потому что тем самым дают людям много рабочих мест планируют здесь строить дома здесь ну совсем такая не необычная инфраструктура скажем так я вам покажу место которое меня когда я впервые тут побывала который меня очень удивило особенно если вы например никогда не были в швеции и не знаете что швеция просто помешана на сортировке мусора то я вам сейчас кое-что покажу что впечатлило меня надеюсь и впечатлит вас мусора мусора м м м м м м м в швеции очень популярна тема отелей для насекомых вот смотрите я такой именно вот такой вот большой увидела впервые обычно где-то ставят в парках такие маленькие отеля этот вот такой вот огромный тут могут быть разные насекомые пчелы в том числе в виде сот сделано этот район мне немного напоминает еще один такой же район в стокгольме мы кстати погуляем там с вами обязательно хамарби вот на хамарби тоже чем-то мне перекликаются эти дома и сейчас покажу вам какая здесь уютная просто набережная вот пенсионеры идут здесь сейчас так красиво смотрите лодки стоят канал такой небольшой здесь тишина умиротворение класс вот с той стороны я вам показывала канал райончик просто очень милый а здесь есть вот такая клёвая детская площадка но я они сниму отдельное видео не хочу здесь вам раскрывать все карты у меня есть просто отдельное видео детские площадки стокгольма и вот эта площадка прямо достойно нашего внимания с вами и еще раскрою вам один секрет почему у шведов балконы всегда вот такие чистые не заставленные какими-то велосипедами санками как у нас все потому что шведы держат это все в подвалах в каждом доме есть подвал у нас в доме например там очень много всякой всячины и пока сын играет еще буквально несколько слов скажу об этом районе где-то в 1880 году до в этом районе была активно развита торговля углем все потому что в этом районе есть прямой выход в балтике к балтийскому морю и здесь была построена гавань сюда привозили уголь который использовался для отопления на местном газовом заводе ну и вот несколько десятилетий а это все работало в начале 20 в начале 21 века решили что все заканчиваем с этим все разобрали убрали район остался промышленным ну и по мере того как его начинают вот уже несколько лет застраивать он перестает быть таким промышленным но бонус в том что выход к балтике все же есть здесь можно брать яхту напрокат свою и плыть и наслаждаться красотами ну и собственно этот район сделали современным почему он такой я вот вам как раз сейчас буду понемногу показывать и рассказывать что же есть в нем что же есть в нем такого чего нет в других районах но думаю со временем тоже будет так мы продолжаем наш путь я нас кофе и теперь буду вам идти понемногу рассказывать значит первое что хочу сказать в этом районе нет ни одного дома который бы повторялся и посмотрите сразу обращаю ваше внимание какие дорожки то есть вы можете идти вот здесь по тротуару а можете просто вписаться в природу и пойти по вот этим деревянным дорожкам если хочется этот район был создан для того чтобы как-то вот максимально человек с природой соединился и планы по застройке этого района я уже говорила будут где-то до 2030 года к этому году планируют полностью перейти на биотоплива здесь будут ездить всем электромобили но не все но в основном хотят это сделать так вот и чтобы здесь было максимально экологически и все чисто и чтобы этому способствовало все еще сейчас зайдем во дворик в любой дворик я вот первый попавшийся вам покажу и это будет в каждом дворе вот смотрите мужчина там как раз идет с собачкой гуляют вот он идет просто среди деревьев среди цветов опять же смотрите каждый дом уникален по-своему и застройка здесь ведется таким образом что у них нет каких-то вот таких площадей которые будут пустовать ну как пустыри мы называем там один дом строится и целое поле пустое дальше нет здесь все очень экологично если строится дом то строится сразу целая улица пространство между домами используется очень грамотно там нет машин потому что для машин есть подземные парковки а вот эти машины которые припаркованы здесь у домов это машины гостей скажем так потому что хозяева у которых есть машины они имеют подземные паркинги так чтобы машины не мешали во дворе чтобы не за захламляли пространство скажем так вот приглашаю вас зайти в просто первый попавшийся дворик смотрите застройка тоже другая вот такие вот зеленые балконы здесь все сделано грамотно так что я уже говорила машины во двор практически не заезжают но не то что практически они вообще не заезжают и сейчас идем как раз то что я вам хочу показать возможно издалека вы даже не заметите что это но мы с вами подходим к мусорным бакам смотрите как все экологично дворик травка могут играть дети все очень чисто никаких машин во дворе нет никакой загазованности нет а вот это мусорные баки а их к ним имеют доступ только люди жильцы которые здесь живут здесь мусор который сжигаемый отходы пищевые все остальное здесь пластик два бака а здесь газеты что интересного в этих вот мусорных баков а баках а то что весь мусор который вы выбрасываете вот открывается окошко с ребенком записать с первого дубля сложно получается второй дубль значит мусорные баки которые вот так вот открывается вы выбрасываете туда мусор в чем особенность весь этот мусор идет глубоко под землю под землей находится что-то типа перерабатывающий такой мини станции даже может и не менее которые сортируют этот мусор и он в вакуум спрессовывается в вакуум и идет дальше дальше уже на станцию переработки поэтому здесь во дворе мусором вообще не пахнет никогда здесь всегда чисто и это экономит силу не нужно присылать машину не нужно платить людям за то что они приедут и будут убирать этот мусор ну вот собственно один из плюсов и это экономия о смотрите сын открыл сынок не надо туда лезть в общем ничего особенного просто туда выбрасывают мусор в общем ребят как вам такой экологичный подход пишите в комментариях как вам такое я когда впервые побывала в этом районе мне очень понравилось просто все все для людей вот за моей спиной в этом кстати парковка велосипедов ее никто не трогает велосипеды стоят очень удобно везде можно проехать коляской на инвалидном на инвалидной коляске и правда здесь все построено так что дорога и пешеходные зоны практически не пересекаются поэтому можно спокойно гулять с детьми и не переживать что откуда-то из-за поворота будет нестись машина как мы привыкли у нас в наших странах вот за это я люблю этот район мне кажется вот такое будущее бы всем всем городам и вот то о чем я говорила что во двор может заехать абсолютно каждый вот у меня товарищ в коляске тут ступеньки а тут заезд парковка велосипедов и я так думаю что велосипеда никто не берет хотя они пристегнуты большинство но думаю если бы и так оставили может быть может быть он и остался бы здесь ну вероятность небольшая что его бы угнали вот он дворик мини площадочка и вдалеке что вы видите уже тоже мусорные баки запаха нет чистота красота так мы немного замерзли несмотря на то что было солнечно но как-то было прохладно зашли в первый попавшийся ресторанчик суши заказали суши и лапшу сейчас покажу что будет у сына пока сок погреемся и продолжим нашу экскурсию такая роскошная орхидея у них есть ой я только увидела сын снял обувь и поставил сюда чудо я думаю с ребенком невозможно снять эстетические stories потому что там уже у него свое кино в общем заказали мы вот и герои не знаю будет он есть или нет и я заказала вот это я не знаю честно говоря что это всегда видела даже вот такой вот в instagram есть смайлик честно не знаю что это будем пробовать и смотрите как приятно даже коляской можно вот тут въехать казалось бы мелочь но это так удобно вот такие вот скамеечки деревянные тоже все эко вон там у меня уже ребенок сидит на той скамеечке причем спинка такая тут которая поворачивается сюда если вы сидите лицом сюда и поворачивается в эту сторону вот так а еще характерно что каждый дом имеет свою отделку вот мы практически у цели вот этот красный дом который мне очень нравится он такое самое яркое пятно и когда вы увидите на фотографиях его а его часто можно увидеть именно при обозначении этого района то знаете что это вот этот дом снимаю адрес этого дома потому что я не смогла его быстро найти возможно вы захотите сюда приехать вот он и сейчас заглянем еще во дворик друзья на сегодня я буду с вами прощаться я этот влог снимаю два дня мы с вами увидимся завтра ну точнее вы увидитесь через буквально уже несколько минут пока я хочу еще обойти этот дом показать вам внутри его завтра будет не менее интересно поэтому оставайтесь со мной не переключайтесь и увидимся с вами завтра будет такой у меня влог воскресного дня влог до влог воскресного дня это самый волшебный двор в стокгольме который я видела он мне просто очень очень нравится смотрите обратите внимание на лавочки такие лавочки можно встретить у ратуши например почувствуете себя прямо в королевском каком-то доме смотрите на крыше растет трава мох парковка велосипедов за парковкой велосипедов находятся конечно же мусорные баки конечно же чистота и порядок маленькая площадка для детей песочница да вот они как вписаны в ландшафт а у этого дома смотрите отделка вот такой ржавый камень но это плитка просто плитка издалека смотрится как ржавчина и папы которые сидят папа один наверное с ребенком это в швеции норма ребят хочется мне с вами попрощаться ненадолго всего на мгновение именно отсюда потому что дом кайф просто я этот влог снимаю два дня сегодня и завтра завтра воскресенье мы снова приедем стокгольм покажу вам где мы будем завтра гулять будет не менее интересно у вас это будет через минутку полторы вот а у нас пройдет целый день поэтому смотрите дальше а мы будем ехать с сыном домой чтобы завтра показать вам новый прекрасный стокгольм и уже другой район пишите кстати как вам этот район хотели бы жить в таком доме и и и и и ребят приветствую всех у нас новый день у вас прошло одно мгновение и сегодня мы продолжаем гулять с ребенком по стокгольму продолжаю вас знакомить какими-то интересными местами и сегодня хочу вам показать одну вещь наверняка вы знаете кто такое вичи это его псевдоним настоящее имя этого диджея тим берглинг это известный шведский диджей который родился в стокгольме и его к сожалению не стало очень рано он был очень талантливый но не стало его в 28 лет трагически погиб он в омане говорят что это было самоубийство но суть в том что его больше нет сейчас мы с вами направляемся к церкви хедвиг и леонора эта церковь называется по имени королевы которая была в швеции и в этой церкви находится надгробная табличка тима берглинга когда-то моя подписчица одна попросила меня найти это место я честно говоря не знала не задумывалась вот я туда сходила и теперь думаю познакомлю вас возможно кому-то будет интересно и кто-то будет стокгольме зайдет и почтит его память вот мы уже у входа кому интересно церковь открыта каждый день с 11 до 6 вечера церковь это очень красивая и она правда пользуется огромной популярностью у шведов здесь часто проходят церемонии крещения или венчания сейчас в церкви как раз идет обряд крещения я вам буквально секундочку покажу потому что ну неудобно снимать ну а теперь подходим к месту где можно найти табличку о вичи всеми известного но его настоящее имя тим берглинг и если вы будете искать о вичи то конечно же вы не найдете сейчас я покажу где она находится и мне кажется найти будет несложно тут все время цветы или игрушки тим берглинг вот 28 лет было парню территория вокруг церкви очень приятно я уже говорила как то что в швеции на кладбищах принято сидеть можно читать книги иногда люди даже устраивают пикнике как вон там вот проходим хочу показать вам сеть вот эту 7-eleven достаточно демократические цены недорого кофе можно взять что-то перекусить и почтовый ящик шведский и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Тут уютные скамеечки, тут можно посидеть, пофикать. Фика – это привычное дело шведов и очень любимое, особенно в такую погоду. Виды шикарные просто вокруг. Пришли на площадку и сразу кушаем йогурт. Йогурт, кстати, домашнего приготовления, очень вкусный. Так, на сегодня у нас еще план небольшой. Хочу пойти купить пионы. Недели, наверное, полторы-две назад я видела цены. Три штуки стоили 150 крон, это 15 евро. Сегодня хочу пойти купить. Очень надеюсь, что цена опустится. Если опустится, куплю пионы. И у нас еще одно дело. Нам нужно зайти в аптеку, а потом поедем домой. Чем можно играть все время там, где я? H&M Home. И тут всегда красивые цветы. Мои любимые фрези стоят букет 135 крон. И вот нашла пионы 195 крон, три штуки. Еще дороже, чем были. Ну что, вместо пионов я купила свои любимые цветы фрези. Вот так вот упаковывают в H&M Home. И они мне вышли 260 крон. Вот это все. Пионы были гораздо дороже. Буду ждать еще. Ребят, на этом буду заканчивать свое видео. Сегодняшний влог. Пишите в комментариях ваше мнение. Пишите, если что-то еще вы хотели бы узнать. Что-то, возможно, я могла бы вам показать в Стокгольме. Я думала посидеть, отдохнуть, насладиться вот тишиной. Но у ребенка были другие планы. Вот он сидит тут передо мной и вообще не собирался спать. Я думала, он поспит немного. Но нет. Поэтому мы будем двигаться в сторону нашего города Сюдертелья. Увидимся с вами, как всегда, на моем канале ровно через неделю. В следующую среду подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Рада каждому. Все. На этом все. Па-па. Редактор субтитров А.Семкин